Приезд Хатуч предвещает, что порядок в особняке полностью изменится. В то время как Хатуч, пользующийся бесконечной поддержкой Халиса Аги, начинает проявлять свою власть, все в доме находятся на грани. В то время как новость, которую она узнает от своего врача, потрясает и факат, она понимает, что ей нужно поторопиться, чтобы принять важное решение. Пока дома продолжаются приготовления к ночи Хны, Ферит, подозревающий, что может последовать ответное нападение, просит усилить меры безопасности, и его подозрения оправданы. Архан, желающий вернуть себе власть в компании, не останавливается перед сложностями. Хотя близость Пелена и Кае, приводит к возникновению новых конфликтов, Сейран решает на разговор с Пелен. Оставив позади плохие дни прошлого, Ферит и Сейран чувствуют их любовь и доверие друг к другу. Ужасный сюрприз ожидает Халиса и Хатуч, которые годами с тоской ждали этого дня. Ранее снимали ночь Хны для Хатуч. Неужели на этом моменте, закончится 64 серия, появится Сертер, и будет искать Пелен в особняке. Сорвет ли он прекрасный вечер, или саму свадьбу Халиса и Хатуч, вполне возможно. Видео с Султан, будет выпущено. Причиной того станет Кае. Но почему, неужели он поверил в бредни Пелен, и решил отомстить Фериту? А может Кае вспомнил, что целью его появления в особняке, является месть. Они с Пелен будут строить планы мести, Фериту и Халису. Скорее всего Акын будет сотрудничать с Сертером. Мама Акына будет давить на него, чтобы он отомстил. Возможно Акеш Ага умрет, и это добавит масла в огонь мести. Ферит подарит Сейран кольцо, в 64 серии, будет много милых сцен с Сейфер. Когда Ферит будет дарить кольцо, он скажет, тебе не нужно больше снимать это кольцо, я люблю тебя больше всего на свете. Халис и Хатуч всегда подчинялись судьбе, и не боролись друг за друга, смирялись со временем, и сошлись лишь к концу жизненного пути и есть Сейфер. Которые проживают похожие события, но имея другие характеры, и отличаясь от своей семьи, они восстают с первого момента против судьбы и времени, они видятся в магазине, Ферит отправляет пахлаву, и приходит сам в отличие от деда и делает это всегда. Ферит мог бы смириться, когда выбором была Суна на помолвки, но увидев Сейран он все изменил, также приехал и потом в Антеп за Сейран, когда ее вернули и Сейран шла ему навстречу. Если бы они хоть раз смирились, они бы могли прожить такую же ситуацию, как Халис с Хатуч, встретившись лишь к старости. Даже последняя ситуация с помолвкой, и Акином могла привести к этому, но Сейфер никогда не сдавались. Халис и Хатуч для них пример, что время нельзя терять и надо бороться. Мне очень понравились эти параллели и разговор, он показывает схожести и различия, два варианта развития событий. Все что не решились и не сделали Хатуч и Халис сделают и проживут Сейфер.